Ауди разорвало, водитель вылетел через лобовой стекло. На трассе под Котельничем в аварии погиб священник Михаил Ковальский. Мыло окна и сорвалось. Следователи проводят проверку по факту падения женщины с восьмого этажа. Разгулялась стихия. В поселке Богородском сильный ветер вырывал деревья с корнем и срывал шифер с крыш. На трассе под Котельничем в аварии погиб священник Михаил Ковальский. По словам очевидцев, настоятель храма в Советске ехал на Ауди и столкнулся с фурой. Подробности в рубрике «Обзор аварий». 4 июля около 9 часов утра у села Боровка Котельнического района водитель Ауди священник Михаил Ковальский врезался в обстречный грузовик. По словам очевидцев, после удара 34-летний протеерей вылетел через лобовое стекло и погиб на месте. Судя по повреждениям, удар был лобовой. Водитель фуры не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку. Погибший священник Михаил Ковальский был настоятелем нескольких храмов в Советске и Советском районе. У него осталась жена и трое детей. На улице Щерса водитель Приоры сбил женщину. Судя по всему, авария произошла на пешеходном переходе. Медики оказали женщине помощь. В Налинске УАЗе столкнулись 14-я и полицейский УАЗ. Детали происшествия неизвестны. По факту аварии идет проверка. На перекрестке улиц Казанский, профсоюзной в Кирове, дорогу не поделили грузовик КамАЗ и внедорожник Тойота. Автомобили, что называется, притерлись друг к другу и образовали большую пробку в районе Старого моста. Пострадавших в этом ДТП нет. Михаил Вагин. Место происшествия. Следователи проводят проверку по факту падения женщины с 8 этажа. Инцидент произошел в четверг, 5 июля, на улице Московской. Все подробности в рубрике «Сводка». В четверг, 5 июля, с 8 этажа дома на улице Московской выпала 72-летняя женщина. Она мыла окна в квартире. На место прибыли пожарные и скорая помощь. Однако спасти пенсионерку не удалось. Она погибла на месте. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи. В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. На данный момент не исключается версия суицида. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В поселке Богородском сильный ветер повалил деревья и производственные объекты. Некоторые деревья вырваны с корнем, оборваны провода, пострадали машины. На сутки жители поселка остались без воды и электроэнергии. Больше всего пострадало здание детского сада. Раскрыло крышу и затопило второй этаж. В связи с происшествием в администрации района провели заседание чрезвычайной комиссии. В Лебяжском районе селе Сенцова загорелся двухквартирный жилой дом. В результате огонь уничтожил крышу дома и сарай. С пламенем боролись 11 человек и 4 пожарных расчета. В Вязких Полянах рядом с вокзалом загорелся памятник паровоз. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Памятник паровоза установили два года назад, к столетию со дня открытия железнодорожного моста через реку Вятку в Вязких Полянах. Алина Котрихова, Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама, и вот что вы увидите после нее. А что у нас случилось? Ну, почему есть? Огнестрельная схватка. Массовая драка на улице Московской закончилась стрельбой. Послала подальше. Пошел вон. Я тебя знаю, не знаю. Понятно. Вы скажите просто, как вы так ехали по всей полосе? Тебя не спрашивают. Понял? В свое место в одном месте. Я не обязана тебя оправдываться. Понятно. Вы просто скажите, откуда куда ехали. Показывала неприличные жесты и отправляла, как говорится, подальше очевидцев. Вероятно, пьяная девушка на форзе. Помощь в любой ситуации. ДТП-сервис – это независимая экспертиза. Оценка ущерба и качество ремонта. Юридические услуги. Установление вины в ДТП. ДТП-сервис. Гарантированное возмещение ущерба. 42-55-42. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Массовая драка на улице Московской закончилась стрельбой. По словам стрелка, около 15 человек напали на него и стали бить по машине. Чтобы защититься, молодой человек и его приятели вступили в схватку. В итоге, по предварительным данным, одного человека с огнестрельным ранением увезли в больницу. Подробности в следующем сюжете. По словам очевидцев, это была битва стенка на стенку. Одни были с палками и арматурами, другие с кулаками и пистолетом. Судя по количеству гильз, на асфальте было не менее 8 выстрелов. Кто-то рядом находились, да? Мы стояли у машины там, серебристые. У кистр, стрельба какая-то была. А потерпевший был один, да? Да, потерпевший один, его увезли. Потерпевшего увезли, а вот стрелка и его друзей попросили остаться. А что у вас включилось? Угу. Чего у вас есть крыль? Кроме кровавых подтеков на лице, на автомобилях Шкоды и Митсубиси остались следы от ударов палками. Водитель Шкоды, он, судя по всему, и владелец пистолета, и стрелок согласился добровольно выдать ствол опергруппе. Имеется у вас оружие? Да, конечно, здесь не имеется. Там у вас никаких больше запрещенных предметов? Нету. Деньги, ключи. Именно из этого травматического пистолета стрелял водитель Шкоды. По его словам, с помощью этого оружия он защищался. В итоге полицейские зафиксировали следы на месте происшествия и вместе со стрелком и его приятелями уехали в отдел полиции. Сейчас по факту драки и выстрелов идет проверка. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Показывала неприличные жесты и отправляла, как говорится, подальше. Очевидцев. Вероятно, пьяная девушка на форде. Сотрудники ДПС остановили ее на перекрестке улиц Мира и Ломоносова. Она ехала по встречной полосе со спущенным колесом. И со спущенным, это еще мягко сказано, оно было попросту разорвано в клочья. Но автоледи этого даже не замечала. Пообщался с ним и коллега Павел Москвин. Сотрудники ДПС заметили, как форд со спущенным колесом движется по встречной полосе. На перекрестке Мира и Ломоносова иномарку остановили. За рулем оказалась девушка, что называется, в охмелю. Почему у вас лицо спущено? Дврачеб без вас. Когда немногословная Ольга села в патрульный автомобиль, ее мобильный телефон разрывался от звонков. При полицейских она начала выяснять отношения с человеком на том конце провода. Видимо, бойфренд отпустил Ольгу в ночной клуб на Ломоносова. Кто вы? Саш, пошел в ***, понял? С каждой минутой Ольга закипала все сильнее. Проходить тест на алкоголь и ехать к медикам она отказалась. Медицинское следили сегодня? Нет. На состоянии опьянения? Нет. Что случилось с правым передним колесом, Ольга ответить так и не смогла. Видимо, она сама даже не догадывалась, что шина разорвана в клочья. Здесь травмится. Это беда. Где и при каких обстоятельствах можно было так испортить колесо, владелица Форда оставила в тайне. Напоследок Ольга отправила очевидцев, как говорится, подальше и показала неприличный жест. Пошел вон. Я тебя знаю? Я так все равно, девушка. Ну понятно. Вы скажите просто, как вы так ехали по следующей полосе? Тебя не спрашивают. Понял? Вы откуда? Алина Котрихова, Павел Москвин. Место происшествия. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На Октябрьском проспекте камера зафиксировала, как автобус въехал в иномарку. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова водитель автобуса поворачивал налево и не заметил седан «Шевроле». На улице Калинина во дворе водитель 14-й ехал задним ходом и врезался в припаркованный форт. Скрыться с места ДТП нарушителю не удалось. Во двор вышел водитель иномарки. Осмотрев повреждения, мужчины не стали вызывать полицию. На улице Карла Маркса шашечник на Ланцере опасно перестроился. Автор видео догнал гонщика и рассказал ему, что будет в следующий раз после такого маневра. На разворотном круге у советского тракта водитель УАЗа едва не спровоцировал ДТП. На улице Московской водитель «Опеля» двигался в заторе и не заметил красный сигнал светофора. На улице Четвертой Пятилетки на автомобиль с камерой напали бродячие собаки. Собака дешевая. Муж дай назад. Да, да, да. Лука. Лука. Лука, седьмая. Лука. 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 Лакиры какие собаки бывают. Смотри-ка еще, а. Не боится ли машины? Они какие-то бешеные. Михаил Вагин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик. мпакеровсобакаинбокс.ру Или звоните и сообщайте по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте или проследить за проектом в Инстаграме и Телеграме. А у меня на этом все. В студии была Алина Кодрихова. До встречи.